Пять лет назад на Ближнем Востоке работала группа спецназ. У командира группы был оперативный псевдоним «Черный пес». Вы на канале Горинов Мир Анонсов, а в воскресенье 20 августа в эфире телеканала НТВ состоится премьера четвертой части остросюжетного боевика «Черный пес», созданного по мотивам произведения Николая Чергинца. В продолжении фильма Андрею Рубцову предстоит выяснить, кто виноват в гибели людей, участвующих в тестировании нового медицинского препарата, и вступить в схватку с влиятельным фармкоролем Степаном Миллером. Главную роль в картине исполнил Владимир Епифанцев. Ну и вот некоторые подробности о сюжете нового сезона. В город возвращается сотрудница СИП Ольга Смирнова. Ее брат Матвей погиб при загадочных обстоятельствах, и она уверена, что трагедия связана с фармкомпанией, в которой он работал. Смирнова берется за собственное независимое расследование, но вскоре покидает СИП, потому что генерал Истомин и полковник Шейн считают, что она превышает свои полномочия. В отчаянии Ольга обращается за помощью к Андрею Рубцову. Рубцов, расставшись с женой, работает охранником в ночном клубе и пребывает не в лучшей форме. Он удивлен появлению Ольги, но принимает решение поддержать ее. Смирнова и Рубцов в качестве ее телохранителя отправляются на презентацию нового лекарства. Именно с его выходом на рынок Ольга связывает смерть своего брата. Там Рубцов встречает бывшего офицера спецназа Авдеева, который в свое время руководил неудачным штурмом, захваченного террористами самолета. Во время штурма погибла жена полковника Шейна. Виновным тогда назвали Андрея Рубцова. Ныне Авдеев глава охраны таинственного теневого фармкороля Степана Миллера. Миллер и его супруга, гениальный химик Настя, тоже привет из прошлого для Рубцова. Они были друзьями в детстве. Их связывает непростая и очень драматичная история. Вскоре в руках у Ольги и Андрея оказывается список людей, участвующих в тестировании нового препарата. Всех их уже нет в живых. Вот такой бы я сказал шокирующий сюжет у этого нового четвертого сезона. Кстати, съемки проходили в Минске и окрестностях. За производство продолжения отвечали компания Team Films и New Art Cinema Production. Режиссером вновь выступил Владимир Янковский, работавший также над первыми тремя частями «Черного пса». Рубцова и других героев картины ждут новые приключения. Продолжение будет более детективным, камерным, зимним и, конечно, с нотками юмора. На съемках было довольно холодно, но мы, ребята, опытные, поэтому особых проблем нам это не доставило. Рассказывает режиссер-постановщик этого проекта. Сериал выйдет 20 августа в 20 часов 20 минут на канале НТВ. Так что, если заинтересовало, непременно не пропустите. Ну и, конечно же, спасибо, что смотрите. «Черный бёс» продолжение сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok